Прежде чем перейти к структурированию базы, сначала нужно заглянуть в настройки и включить по меньшей мере панель тегов. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. А раз уж мы заглянем в настройки, то уйти оттуда так просто у нас не получится. Поскольку обилие настройок и плагинов в Obsidian восполняет минимализм интерфейса программы. Поэтому сегодня говорим о настройках Obsidian. Ну все-таки начнем с тегов. Это у нас в предустановленных плагинах. Вообще о плагинах я поговорю подробнее через два урока. Но пока все-таки включим панель тегов. Тут есть возможность назначить горячую клавишу на включение панели тегов, но мне кажется это лишнее. Панель тегов у нас весьма удобно расположена. В правой панели ее проще открыть. Тем более, что там расположена не только панель тегов, но и обратные ссылки на статью. Очень помогает в структурировании и об этом как раз ниже. А вот собственно панель тегов. По умолчанию ее тут не было, мы ее только что подключили. Ну и заодно подключим очень полезную вещь под названием структура. Это видите тоже появилось, но надо перезагрузить Obsidian. Он не подхватывает структуру сразу. Вот. Итак, структура это навигация по заголовкам. Вот так вот он красиво все это подсвечивает, при этом сохраняя еще и иерархию заголовков. Видите, вложенный тут есть. Ну то есть содержание страницы. И если выработать какой-то единый подход к структурированию статей, это уже исключительно ваши творческие находки, то эта панель сильно сократит вам время работы. Так, ну и давайте уже пройдемся по остальным настройкам и закроем тему. Редактор. Я даже не знаю, стоит ли здесь что-то включать. Наверное, стоит пробежаться и все в общем-то на любителя. Ничего критически важного вроде бы нет. Ну, можно включить нумерацию строк. Кто-то без этого как без рук, особенно если дело касается кода. В принципе тут есть проверка орфографии, но работает только на английский язык. Он вроде пишет, что русский, но не работает. Хотя может уже и работает. Obsidian, кстати, очень активно развивается и обновляется. Тут собственно все эти автоматические закрытия кавычек, скобок. То, что я говорил, что работает по умолчанию и лучше не отключать. Удобно. Дальше файлы и ссылки. Мы сюда уже заглядывали, когда прописывали пути для файлов. Вот это надо включить. Это такая удобная вещь. Ну и вообще одна из мелких, но приятных фишек Obsidian. Когда вы добавляете ссылку на какой-то файл, а ссылка на внутренний файл добавляется, например, вот так, а потом меняете название этого файла, а название файла меняется, например, вот так, то Obsidian автоматически меняет название во всех заметках, где этот файл упоминается. Но на самом деле, даже если не включить эту галочку в настройках, при замене названия файла он предложит переименовать его во всех заметках. Так, ну это все мы уже видели. Далее оформление. Темная и светлая тема. Настройка темы. Тут понятно, что уже насоздавали кучу всяких. Возьмем Atom. Так, тоже пока оставим. Дальше сочетание клавиш. Вот это важно. Это Hotkey и Hotkey здесь, конечно, ускоряют работу в разы. Есть предустановленные и их нужно просто найти и понять, что они делают. А какие-то не настроены. Ну вот, например, заголовок. Я установил Ctrl-1 и когда, например, печатаю текст, который должен стоять заголовком, я делаю так. Напечатал текст. Нажал Ctrl-1 и он предлагает такое меню с выбором, какой это будет заголовок. Пусть будет 4. Готов. Ну, в общем, пробегите по Hotkey, что-то покажется вам просто незаменимым, а что-то просто очень удобным. Например, вставить ссылку Ctrl-K. То есть нажали Ctrl-K и он вставляет все, что вам понадобится при оформлении ссылки. А если выделить какую-то часть текста и нажать Ctrl-K, то он сделает эту часть текста якорем ссылки. И вам останется вставить только URL. Ну и, собственно, настроить свои Hotkey можно, нажав вот на эту кнопку. Настроить команду и просто задать сочетание клавиш. Ну, нажав сочетание клавиш. Так, дальше у нас о программе. Понятно. Обновление то-се. Активировать коммерческую версию. Учетная запись. У вас ее нет. Плагины рассмотрим потом. И сторонние плагины тоже рассмотрим потом. Ну, в общем, с настройками все и не все одновременно. Обычно я говорю, настроек много, но по умолчанию все прекрасно работает. Здесь я так сказать не могу. Тут вы настраиваете Obsidian под себя. Наверное, у каждого свой вкус, но я бы сказал, что панель тегов или панель структуры документа должны быть чуть ли не безусловной частью интерфейса. Без возможности отказаться. Особенно учитывая его разряженность. А тут это даже не включено по умолчанию. Ну, не знаю. В любом случае, когда буду рассказывать про плагины, расскажу про все галочки, которые я бы включил.